Добрый день, дамы и господа. Сегодня я хочу поговорить с вами о теме, очень актуальной в Латвии вообще и особенно актуальной в предвыборный период, о подмене понятий. Все мы помним цитату из Евангелия от Иоанна. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Ни для кого не секрет, что наше мышление определяется смыслом слов, которые мы используем. Меняется значение слов, меняется и само мышление. Именно изменение мышления русской диаспоры Латвии и хотят добиться те политические силы, что правят Латвией последние десятки лет. Краеугольным камнем в этом долгом процессе является без всякого сомнения само слово «русский». Здесь стоит признать, что правящим силам удалось проделать очень качественную работу по подмене смысла этого слова. В оригинальном своем значении «русский» означало принадлежность к огромному, могучему народу, присутствующему практически во всех странах мира. Слово «русский» означало принадлежность к многовековой великой истории, к полководцам и великим правителям, к ученым и художникам, чьи великие открытия и шедевры навсегда изменили картину мира, к героям и путешественникам, следы которых мы можем найти в любом уголке Земли. Вся эта многовековая история, весь колоссальный объем культуры ставил перед русским высокие стандарты, но также и давал могучую поддержку и чувство собственного достоинства. Быть русским означает быть достойным этого звания, защищать свои убеждения и ценности, добиваться своего права и выступать на защиту своих единым фронтом в той же степени, что и быть благородным, великодушным и добросердечным. Быть русским означает быть настолько же яростным и неизгибаемым в сражении с врагом, насколько и щедрым, гостеприимным и самоотверженным в общении с другом. Однако правящий верхушки, такой русский, казался опасным, вредным и мешающим проведению откровенно вредоносных для страны политики. Поэтому слово «русский» начали менять. Русские стали делать символом империализма и гонений, лени и безволия, неорганизованности и хаоса. Нам рассказывали о преступлениях русских против латышского народа. Нам рассказывали о зверствах русских оккупантов на завоеванных территориях. Нам рассказывали о том, что никаких русских на этой земле вовсе никогда не было. А были и есть только безродные трудовые мигранты, которых порочная советская власть завезла для ассимиляции местного населения. В конце концов, у нас отняли даже и само ощущение сопричастности и общественности с русским миром, заменив слово «русский» нейтрально-толерантным русскоязычным. И да, десятилетия пропаганды не прошли даром. В современной Латвии очень многие русские стесняются быть таковыми и стыдятся своего происхождения. Тем же, кто по-прежнему помнит изначальное значение слова «русский», зачастую приходится оправдываться за свою русскость. «Но я русский, но я не такой. Я русский, но я не ношу кокошник и не бью женщин по пятницам. Я русский, но я не заедаю водку в облы по частушке. Я русский, но...» Не менее разительно изменили свое значение и другие слова, утрачивая неудобные для правящих элит значения. Или же приобретая значения совершенно новые. Вот, например, отличное слово «лояльность», которое скрывает под собой целый ряд смыслов и понятий. «Лояльность» – это преданность собственной семье, близким людям и друзьям, и забота об их благе. «Лояльность» – это верность убеждениям и идеям, которые человек считает верными и правильными. «Лояльность» – это готовность отстаивать прошлое и будущее, историю и ценности своего народа, как свои собственные. И да, «лояльность» – это еще и законопослушность. Готовность следовать законам и обычаям страны, в которой проживаешь. Правящая верхушка кастрировала это слово, оставив только исключительно последнее значение. Теперь человека, который отстаивает благо себя и своей семьи, борется за свои убеждения против дискриминационных законов, так легко и просто объявить нелояльным, а значит и нечестным, неверным, неправдивым. Таким образом, борец за права человека не сводится до маргинала, который не способен даже к простой лояльности. Еще более интересная картина вырисовывается с теми словами и терминами, которые изначально начали использоваться неправильно. Отличным примером для этого является находящееся на слуху билингвальное образование. В своем оригинальном значении билингвальное образование означает образование, проводимое в равной степени на двух языках. По завершению которого, учащийся этими двумя языками владеет в равной степени и готов в равной степени использовать их в повседневной жизни. Применительно к Латвии действительно билингвальное образование обозначало бы равный статус и русского, и латышского языка в стране. Два набора учебников, специально подготовленные учителя, в равной степени великолепно владеющие двумя языками. И главное, латышские школы, изучающие русский язык, в той же степени, в которой русские школы учат латышни. Тем же набором учебников. Теми же учителями. По той же программе. Одинаково приемлемой для обеих общин. Стоит ли говорить, что подобного подхода нет? Никогда не было. Вместо этого билингвальное образование в Латвии означает образование ассимиляции. В котором родной язык, родные ценности, родная семантика языка подменяется на иной язык. Иную культуру. Иные ценности. Прекрасно это иллюстрируется и тем, что никто из правящей элиты даже и не заикнулся о возможности введения билинговального образования в латышских школах. Хотя бы в некоторых. Хотя бы по желанию родителей или учащихся. Итак, дамы и господа. Приводить примеры можно продолжать еще очень долго. Но все они только подтвердят одно. Думайте о словах и их значениях. Думайте о том, кто, как и зачем меняет мышление ваших детей и вас самих. Помните о том, что в условиях планомерно проводимой политики смысловой подмены, только вы можете спасти от этого себя и окружающих. Помните, что означает быть русским и по-настоящему лояльным. Помните и делайте свой выбор, господа. Редактор субтитров А.Семкин